Дамы и господа, я думаю, пришло время следующей лекции. Развитие наук о мозге, оно, как вы понимаете, не стоит на месте, постоянно движется вперед. 21 век, это можно смело говорить, век открытия в области нейронаук. И в последние десятилетия выкристаллизовывает целая самостоятельная дисциплина, удивительная дисциплина, которая изучает влияние гормонов на наше поведение. Это такая сложная, можно сказать, многодисциплинарная, мультидисциплинарная область, которая называется психо-нейроэндокринология. О том, как наше психическое может влиять на наше гормональное, как гормональное влияет на психическое. И вот обо всех этих вот, о некоторых, точнее, некоторых аспектах этих вот интересных, удивительных процессов, протекающих в нашей нервной системе, в нашем мозге, поговорит сегодня с вами наш лектор. Я с удовольствием передаю слово Екатерине Павловне Виноградовой. Добрый день. Слышно? Погромче. Хорошо? Погромче. Итак, небольшое вступление о том, что любая научно-популярная лекция – это некое приближение к действительности, но без деталей и рядом упрощений. Поэтому все подробности и детали я рассказывать не буду, но упрощение проблемы заключается в том, чтобы не перейти грань популяризаторства и не удариться совсем уж в примитивный рассказ. Поэтому прежде чем говорить о гормонах, которые влияют на наше дружелюбие, чуть-чуть несколько слов о том, что такое гормоны и взаимодействие их с психикой, потому что про нейроны все-таки нервную систему вам сегодня утром рассказывали, а про гормоны не очень много. Значит, на самом деле существует не одна нервная регуляция всех наших функций, включая поведенческие, но это единая нейрогуморальная регуляция. Но в силу исторических причин так получилось, что исследователи, которые занимаются нервной системой, говорят только о нервной, те, кто о гормонах, только о гормонах, и очень сложно слить в единую науку эти два аспекта. Что такое гормоны? Опять самое такое общее определение, что это некие биологические вещества, которые синтезируются специализированными клетками, секретируются во внутреннюю среду и изменяют функции ткани мишеней. Все присутствующие наверняка слышали слово «гормоны», «медиаторы», «трансмиттеры». Это не разные вещества. Очень часто одно и то же вещество выступает в разных функциях, и как гормоны, и как медиатор. И тот же окситоцин, о котором мы будем сегодня много говорить, может выполнять обе функции. Поэтому не будем забывать, что это исключительно условное деление для удобства нашего восприятия. Итак, как взаимодействует психика, о которой в основном мы говорим, и гуморальные факторы? Существует два взаимных влияния. Это в гуморальных факторах, гормональных факторах отражаются те процессы, которые происходят в психике, и наоборот, гормоны, внутренние факторы, которые находятся в жидкой среде, влияют на психику. Влиять они могут самым разным способом. Они могут организовывать впоследствии нашу психику. Но, скажем, это происходит в эмбриогенезе, когда некие гормоны закладывают мозг по определенному типу. Например, половые гормоны необходимы для формирования половых признаков, а гормоны щитовидной железы необходимы для формирования нормальной ЦНС, и при ее отсутствии развиваются кретинизм, который уже потом никак не исправить. Организовали мозг в внутриутробном развитии по определенному типу. Второй тип – индукция, то есть гормон, вызывает некое состояние, свойство поведения. Но, скажем, эндогенные опяты, тоже известное слово, могут при их выбросе вызвать у нас эйфорию. Самый распространенный способ, о котором мы и поговорим сегодня, – это модуляция, то есть изменение существующего поведения в ту или иную сторону. Ну вот, окситоцин, о котором мы говорим, усиливает афилиацию, усиливает дружелюбие. И на фоне окситоцина мы начинаем любить наших ближних. Или наоборот, существует функция, каким-то образом гормон ее снижает. Например, прогестерон, такой гормон, который в основном во время беременности вырабатывается у женских особей, но в принципе есть и всегда, он обеспечивает снижение тревожности. Прогестерон в организме увеличился, тревожность снизилась. Все хорошо. И последний вариант обеспечения. То есть для того, чтобы некая функция проявлялась, необходим определенный уровень гормона. Больше его растет, он растет, функция не увеличивается. Ну, например, тестостерон, мужской половой гормон, обеспечивает и половое поведение, и агрессию. То есть в очень широких диапазонах изменений тестостерона агрессия меняться не будет. Но, чтобы она проявлялась, он необходим. Итак, четыре типа влияния. Но, опять же, прежде чем перейти к дружелюбию, нужно обязательно помнить, что на любую функцию, на которую влияют гормоны, важно не только его значение в кровяном русле. От того, что мы ввели какую-то бешеную дозу гормона, мы можем не увидеть никаких изменений в поведении и физиологии. Очень важно сначала, чтобы гормон синтезировался, если мы говорим не о внешних влияниях. Дальше, после того, как он синтезируется, он должен выйти из той клетки, из той железы во внутреннюю среду организма, то есть секреция. Дальше он должен быть каким-то образом донесен до органа, на который он влияет, то есть транспортирован. И после этого в обязательном порядке взаимодействовать с рецептором. У нас может быть очень высокий уровень гормона, но если нет рецепторов к этому гормону, то никакого эффекта мы вообще не получим. И последний этап. Гормон, в конце концов, должен катаболизироваться и быть выведен из организма. Если нарушена эта стадия, то, несмотря на то, что гормон перестал вырабатываться, все равно его в организме окажется очень и очень много. И он будет оказывать влияние на наше состояние, функцию и психике. И последнее. Про рецепторы. Что же это такое? Со школьных лет мы помним, что рецепторы – это нечто специальное образование, которое находится в сенсорных системах. Колочки-палочки в сетчатке, волосковые клетки в ухе. Но рецепторы, о которых сегодня мы будем немножко касаться, это совсем не те рецепторы, которые находятся на языке или на коже. Это просто такая белковая молекула, которая встроена в клетку. Она может быть на мембране клетки, она может быть в цитозоле клетки, она может быть в ядре. И только благодаря взаимодействию с этой молекулой включается или не включается изменение функции клетки. В данном случае нас интересуют, конечно, в первую очередь нейроны. Вот здесь показана желтенькая молекула окситоцина, которая подошла к белковой молекуле, являющейся рецептором. И только после этого запускается каскад изменений в клетке. Ну и, собственно, окситоцине, который в первую очередь модулирует и влияет на социальное поведение. Но прежде чем говорить о социальном, зачем окситоцин вообще нужен в клетке, в организме? Синтезируется он в гипоталамусе, потом он спускается в гипофиз, и потом только разносится в стоком крови по организму. Основные физиологические функции, которые в первую очередь были известны еще в начале XIX века, это то, что окситоцин индуцирует родовой процесс, то, что он индуцирует молокоотдачу, и то, что он вызывает сокращение гладкой мускулатуры влагалища. Это уже чуть позднее. То есть в первую очередь рецепторы к окситоцину находятся на гладкой мускулатуре в репродуктивной сфере. А дальше начинается очень интересный момент, что с одной стороны он имеет совершенно очевидные физиологические эффекты, с другой стороны он имеет мощные психологические эффекты, влияющие не только на состояние, но и поведение. Но направленность этих изменений очень адаптивна, и вся связана с его физиологическими функциями. Особенности выброса окситоцина, в отличие от всех остальных гормонов, заключаются в том, что он выбрасывается рефлекторно. Вот, скажем, теленок подошел к соску, или вот тут дояр изображен, который дует корову, стимулируется сосок, и дальше сигнал от молочной железы, идет спиной мозг, попадает гипоталамус, гипоталамус посылает окситоцин по аксонам в гипофиз, выделяется он в кровь, и это обеспечивает сокращение миоэпителия для того, чтобы молоко подошло к соску, и теленок мог начать пить. Но есть такая особенность, что независимо от того, вызывается выброс окситоцин на стимуляции соска, или он вызывается стимуляцией родовых путей, или половым актом, в любом случае окситоцин выбрасывается и действует на все остальные системы. Это не специфический эффект, это не нейрон, который имеет один аксон, вот он подходит к пальцу на руке, и вызывает сокращение только пальца этой руки. Выбросившийся в кровь окситоцин действует на все. Вне сомнения, в 1731 году никто не знал о наличии рефлекса Фергюсона, который говорит, что эффект сказывается на всех органах. Но на практике это использовали в Африке. Картина называется «Гатинто дует во влагалище коровы». Это не очень корова. Скорее всего, это какой-то другой местный крупный рогатый скот, который давал молоко. Обратите внимание, один «Гатинтот» дует эту корову, молоко кончилось. Вроде бы нет никакого молока. После того, как подули во влагалище, простимулировали рецепторы там, усилился дополнительный выброс окситоцина, и можно из этой коровы выдать еще дополнительное количество молока. Ну а теперь то, наверное, что самое интересное. Какие же основные психотропные эффекты окситоцина? В первую очередь, и самое интересное, что занимает большинство исследователей в настоящий момент, это то, что он модулирует социальные отношения. И если мы вспомним функции окситоцина физиологические, он модулирует социальные отношения. В отношении того, кто находится сейчас рядом. Значит, индукция родовой деятельности. Окситоцин изменяет отношение к тому, кто только что родился. Индукция молокоотдачи. Окситоцин выбрасывается мощно во время кормления ребенка, теленка, котенка, щенка, и усиливается дружелюбие именно к этому объекту. И сокращается во время полового акта. И у мужчины, и у женщин, соответственно, изменяется на более дружелюбное отношение к половому партнеру. Кроме того, окситоцин связан с такими состояниями, как тревожность, безмятежность и эмоциональная память. Хорошо известно, что те группы животных, у которых сформированы моногамные отношения, уровень окситоцина в крови базальной и количество рецепторов к окситоцинному мозгу выше, чем у животных полигамных. Сразу, чтобы было понятно, что биологи под моногамными и полигамными отношениями имеют в виду не количество половых партнеров, а формирование прочной парной связи на период выращивания, по крайней мере, потомства, то есть что папа заботится о своих детях. То есть стабильные супружеские отношения с выраженным родительским поведением. У каких-то видов это всего лишь один год, как у лисиц, у волков это может быть на всю жизнь, но в первую очередь поле и моногамия – это наличие заботы или отсутствие о потомстве. Окситоцин усиливает дружелюбие даже для эр-стратегов, и его использовали, и до сих пор иногда используют при лечении некоторых неврозов, например, синдром Амидей, в предыдущей лекции говорили о легкости инфантицида, сейчас детей не убивают, но неприязненное отношение к ним может быть у некоторых женщин. Оказалось, что лечение, одновременная психотерапия с введением окситоцина несколько улучшает отношение к ребенку, по крайней мере, он не вызывает неприязни и агрессивной реакции. Введение окситоцина в эксперименте, ну, эксперимент, понятно, был не на бегемотах, но, тем не менее, введение окситоцина усиливает, увеличивает аффилиацию матери по отношению к своему детенышу. Но давайте сразу обратим внимание, что это вовсе неоднозначный такой гормон дружелюбия, что в данном случае усиливается дружелюбие к детишкам, к своим собственным, к друзьям, но одновременно у женских особей окситоцин усиливает резко агрессию по отношению ко всем остальным. Ни в каких других условиях вы вряд ли могли представить, что вот такая крохотная белочка может напасть на такую здоровую собаку, ну, только если у нее совсем что-то в голове замкнуло, и лечить ее надо. А вот здесь, когда мы видим бельчат, даже крохотная белка, не хищник, нападает на такую здоровую собаку. Ну, некоторое время назад, лет 30 назад, активно началось изучение окситоцина. В первую очередь, как всегда, любое исследование идет на животных, модельные эксперименты. Роберт Янг обнаружил два крайне интересных вида полевок. Один род, два вида, все одинаково, разница только в одном. В одном папы о детях заботятся, в другом папы вообще своих детей не знают. То есть моногамы и полигамы. И выяснилось, что они сильно отличаются по уровню окситоцина. И дальше около 20 лет эксперименты шли именно на полевков, которые отличались и по уровню окситоцина, и по связям окситоцинергических нейронов в мозге, и по рецепторам. Дальше решили проверить, давайте поработаем на каких-то других животных. Может, это только у полевок окситоцин модулируют. И стали экспериментировать на других видах. Успехи современной биологии позволяют получать самых разнообразных животных с помощью генетических методов. То есть такие мутанты нокаутные, у которых выключен ген окситоцина. И оказалось, что как только мы выключаем даже у мышек, то они перестают абсолютно узнавать своих сородичей. Конечно, не узнавать сородичей мы можем, потому что у нас вообще память абсолютно выпала. Или обоняние исчезло, проверили. С обонянием все в порядке, с обучением все в порядке. Но не узнаем, как к своему, так к чужому относимся одинаково. Но как только им ввели окситоцин, социальное узнавание тут же вернулось. Ага, значит, это не только полевки с их уникальными свойствами и у других животных. Но способность отличать своих от чужих, мы знаем, это крайне важное базовое свойство всех живых организмов. Это касается не только поведения, это касается иммунологии. Это касается очень сложных всех физиологических функций. Но регуляция социального поведения – это не только узнавание знакомого конспецифика. Конспецифика – это представитель своего вида. Это и модуляция самых разнообразных форм поведения. И тут начали переходить к человеку. Ну, как всегда, человек сам себе очень интересен. Долгие годы этого не могли делать, потому что не могли вводить человеку окситоцин в мозг. Окситоцин – пептид, белок, который не проходит через гематоэнцефалический барьер. И все эксперименты с животными проводились относительно жестоким способом. Им ставили конюли в мозг, имплантировали электроды, вводили окситоцин либо в желудочке мозга, либо прямо в структуру лимбической системы. И тут случился прорыв. Случился он не для исследователей окситоцина. Это сделали медики, у которых тоже стояла проблема, как в случае некоторых заболеваний ввести препараты в мозг, которые наша защитная система не пропускает. Нашли дырку в гематоэнцефалическом барьере. Дырка оказалась в носу. То есть любое вещество, любой пептид, который мы закапаем в нос, тут же прямым ходом по отросткам нейронов попадает в мозг. В общем, на самом деле, очень вещь опасная, потому что человек аккуратно очень относится принимать какие-то незнакомые таблетки или тем более делать инъекции. А к введению что-то через нос легкомысленно. Ну, что такое капли от насморка закапали? На самом деле, через нос мы можем ввести нечто, что тут же, в течение ближайших 50, максимум 10 минут, а иногда в течение минуты, придет в мозг и резко изменит нашу работу этого мозга. Итак, научились вводить препараты прямо в мозг, так называемый интраназальный способ, впрыскиваем и приходит. Более того, интраназальное введение замечательно тем, что вводимые дозы могут быть совсем крохотные. Нам не надо распылять по всему кровотоку миллионы молекул. Нам достаточно ввести их несколько сот, и они прямиком придут в нашу лимбическую систему. Поэтому дозы разведения, которые используются при интраназальном введении, очень низкие. Ну, и один из интересных результатов, достаточно давний, показал, как может влиять окситоцин на модуляцию социального поведения у людей. Взяли 50 супружеских пар, пригласили их в лабораторию и попросили поговорить на тему, которая, скажем, чаще всего приводит к неким конфликтам. Но вызывает разногласия. Половине пар ввели окситоцин, половине, естественно, вводили, но не окситоцина, плацебо. И оказалось, что крайне интересный результат. Да, конечно, они ссорились, но стрессорные гормоны после введения окситоцина вырабатывались на порядок меньше, чем если им не вводили окситоцин. То есть введение окситоцина перед ссорой препятствует развитию стрессорной реакции. Еще один эксперимент, один из самых первых по модуляции социальных отношений, был проведен уже 10 лет назад и вызвал очень большой резонанс у широкой общественности. Эксперимент проводился в Швейцарии. Там было около 130 испытуемых. В эксперименте устроили, как обычно, экономическую игру, когда одни являются инвесторами, другие получают эти деньги, могут их расходовать. В результате оказалось, что если перед игрой человеку вводят окситоцин, то он делится деньгами значительно легче и удобнее, добровольнее, чем если ему окситоцин не вводили. Но этот эффект можно было проследить только, когда делились с рядом сидящим. Вот он сидит рядом, я ему доверяю, я ему деньги отдаю. Если деньги нужно было переводить через компьютер, то никакой окситоцин на рациональные доводы делиться, не делиться не влиял. Вызвало это большой резонанс, потому что тут же страшно испугались, что таким образом можно будет модифицировать поведение других людей во всех экономических операциях. Но трудно представить человеку, который пришел покупать какой-то товар, что его поймали, закапали в нос окситоцин, и после этого он верит любой-любой рекламе. Далее стали набираться масса данных, которые показывали, что окситоцины регулируют социальное поведение как у мужчин, так и у женщин в равной мере, но модификация родительского и материнского поведения видна только на женских особей. Следующая большая серия экспериментов разнообразных была по изучению окситоцина на альтруизм, но не на всякий альтруизм, а на парахиальный альтруизм. Поясняю, это тот альтруизм, который ориентирован только на своих, но сочетается с большой готовностью проявления агрессии ко всем чужакам. Не вникая в подробности эксперимента, достаточно сложный эксперимент, где использовались опять деньги, которые выдавали участникам, которые можно было делить между собой, можно было отдавать в общественный фонд, фонд команды. И результаты показали, что способы дележа денег, опять же, зависят от того, водилось ли перед экспериментом участникам плацебо или окситоцин. То есть на фоне плацебо где-то половина участников проявили очевидный эгоизм. 28% неприязнен к чужим и 20% к своим. Когда ввели окситоцин на неприязнь к чужим, в ситуации отсутствия угрозы со стороны этих чужаков, окситоцин не повлиял, а изменилось соотношение эгоистичных действий и дружелюбных по отношению к своим. И вроде бы получалось, что да, на чужих это никак не влияет. Но далее условия игры усложнились. И опять вот тут оказались сложные механизмы с делением денег. Что в том случае, когда внесение в общественный фонд и взаимодействие с чужаками могло принести угрозу своим, то здесь неприязнь к чужим сильно увеличилась. Вот здесь сравнение данных введения окситоцина и плацебо. И в случае плацебо на кооперацию страх перед угрозой со стороны чужих никак не влиял. А вот если существовала высокая вероятность опасности, что у нашей команды деньги пропадут из-за действий чужаков, агрессивность по отношению к ним очень сильно увеличилась. То есть в случае высокой угрозы под действием окситоцина возрастает так называемая защитная агрессивность, то есть стремление нанести упреждающий удар по сопернику. Но есть очень интересная модуляция поведения окситоцином, которая проявляется не только при внутривидовых, но и при межвидовых отношениях. Несколько десятков лет, ну, тысяч 20 лет, которые собака живет с нами, привели к тому, что взаимодействие друг с другом приводит к повышению окситоцина. Эксперимент прошлого года, проведенный в Японии, показал, что когда собака смотрит хозяину в глаза, у того повышается уровень окситоцина, у него повышается уровень окситоцина, он начинает ее больше ласкать. От того, что он ее больше ласкает, она еще более преданно смотрит ему в глаза, и таким образом круг замыкается. Правда, это происходит только в том случае, если в данной конкретной паре сложились теплые и постоянные отношения между человеком и собакой. Если это достаточно нейтрально, и собака содержится для дела, ну, охранять там дом или ходить на охоту, то вот это взаимное усиление уровня окситоцина не происходит. Во второй части эксперимента там был еще интереснее. Там оказалось, что собака, заходя в экспериментальную комнату, где находятся еще другие незнакомцы, не имела возможности пообщаться с хозяином. Ему было запрещено говорить ему все эти любимые слова «Сюси Пуся, наконец-то ты пришла», он не имел права ее приласкать. Все, что могла делать собака, это просто преданно на него смотреть. И оказалось, что если перед тем, как собака зайдет ей вести окситоцин, она начинает значительно преданнее смотреть на своего хозяина. Вот она ест его глазами. Но такая зависимость, что оказалось неожиданным, проявилась только у собак женского пола. Ведение окситоцина к капелям никак навлияло на выраженность преданности его взгляду. Но и окситоцин у хозяина проявлялся только в том случае, вот если его любимая девочка сидела и всю дорогу на него смотрела. Только чарующий взгляд позволил ему изменить уровень своего окситоцина. У кубелей и у тех сук, которым окситоцин нос не капали, никаких изменений не происходило. Вне всякого сомнения, больше интерес для большинства исследователей представляет не взаимоотношения хозяина с собакой, а парные отношения у партнеров. И вот еще одна работа, несколько желтое название. Окситоцин заставляет женатых мужчин хранить верность. На самом деле это звучит, как окситоцин модулирует социальные дистанции между мужчинами и женщинами. Но все вы знаете, что у вас есть некое оптимальное расстояние при взаимодействии с незнакомцем. Для кого-то это метр, для кого-то это полметра, 30 сантиметров. Оно разное. И комфортно разговаривая с чужаком, мы будем в зависимости от расстояния, на котором он находится. И здесь в эксперименте участвовали мужчины, причем они были подорваны, чтобы половина была имеющих пару, неважно, там стоит штамп в паспорте или нет, но это парные мужчины. И вторая половина были одинокие мужчины, у которых не было постоянных партнерш. Перед экспериментом, в котором участвовали женщины, было проверено, что в эксперименте участвовали только те женщины, которые привлекательны для участвующих в эксперименте. Не вообще любые. Разные тесты показывали фотографии, оценивали их, подобрали только тех, которые нравятся. И дальше женщина должна была придвигаться к испытуемому, или во второй серии, наоборот, испытуемый подходил к ней, и просили либо ее остановить, либо самому остановиться на максимально комфортном социальном расстоянии. Что получилось в результате? Что для большинства мужчин это комфортное расстояние, давайте смотрим вот эти графики, будет постоянно. Если это одинокие мужчины, то никакой окситоцин не меняет эти 60-55 см ни в какую сторону. Однако, если ввести окситоцин парным мужчинам, то есть те, которые состоят в стабильных отношениях, это расстояние очень сильно и достоверно менялось. То есть он просил женщину остановиться не на полуметре, как во всех остальных случаях, а на 70 см. Он не впускал ее в свое социальное пространство. То есть у парных мужчин введение окситоцина существенно увеличивало расстояние между ним и незнакомой, очень привлекательной женщиной. У одиночек окситоцин никак не менял это расстояние. Это поведенческие эксперименты, но, естественно, было интересно, что же происходит в мозге. И это еще одна работа, где регистрировали активность мозга у мужчин из... Тут только парные мужчины, когда им показывали фотографию его собственной девушки или жены или несколько незнакомой женщины. Оказалось, что в большей части структур лимбической системы, здесь картиночка такая, нуклеус-аккумбенс, прилежащее ядро, всем известное, участвует в системе вознаграждения. Это данные по мезолимбической системе. Предъявление фотографии своей партнерши под влиянием окситоцина существенно увеличилось. У животных очень похожая картинка, когда только вид рецептивной самки повышает уровень окситоцина. Да, у них и повышалось под влиянием окситоцина, и увеличивало выброс окситоцина. У крысок, да, если он смотрит на самочку рецептивную, то уровень окситоцина в мозге у него подскакивает во время спаривания максимально. И самое интересное, что после этого у него очень сильно меняется поведение. Снижается тревожность, повышается смелость, он ничего не боится, он стучит себе в грудь, после этого я победил, я могу все. Такого эксперимента на людях не проводили. Насколько он становится смелым сразу же после спаривания. Мы можем ожидать, что результат будет очень похожий. Далее оказалось, что окситоцин влияет и на наше восприятие вербальных стимулов на даже неосознанном уровне. Скажем, опять эксперимент тут проводился опять на одних мужчинах. Было подобрано достаточно много контрастных пар, значений слов, положительно-отрицательно окрашенных. Там любовь, ненависть, грубый, нежный. И далее они предъявлялись на подпороговом уровне. То есть скорость их... Они появлялись так, что человек не успевал их заметить. И оказалось, что после окситоцина обостряется восприятие но только положительно-социально-значимых стимулов. Если неприятное слово выскакивало, мужчина его не замечал. Или замечал намного позднее. В принципе, там разница восприятия слов составляла 200 миллисекунд. Когда он его обнаруживал, приятное слово после окситоцина или неприятное слово. Но не все так замечательно, не все так однозначно. Еще одна работа, которая появилась недавно, оказалось, что окситоцинаргическая система участвует в модуляции зависти и злорадства. И в одной из, опять же, игр экономических, когда делились деньги, оказалось, что проигрыш оппонента под влиянием окситоцина вызывал куда больше радости, чем без окситоцина. То есть говорить о том, что это все только очень положительные, вызывает он эмоции, говорить невозможно. Оказалось, что еще один эксперимент вроде бы показал, что улучшает навыки социальной эмпатии, на точность эмпатии. То есть предлагали людям оценивать эмоциональное состояние по фотографиям, и дальше вводили окситоцин, смотрели, насколько лучше они это делают. Так вот, только те, кто хорошо оценивают чужие эмоции, кто их понимает, никакой окситоцин не помогал, они и так хорошо это делают. А вот тем, у кого это было плохо, вот тем введение окситоцина помогало подняться на уровень высокоэмпатичных людей. Теперь о здоровье. Оказалось, что выздоровление у человека происходит быстрее, когда уровень окситоцина в кровяном русле у него повышено. А повышение окситоцина происходит при позитивном социальном взаимодействии с друзьями и родственниками. Поэтому посещение больных обязательно не для того, чтобы принести им пакетик яблок и печенье. А посещение больных и пребывание рядом с ними крайне важно для того, чтобы они быстрее поправились и не нужно было еще лишнюю неделю носить им пакетики с яблоками. У грызунов вот этот эксперимент на людях еще не проводился, у которых было искусственно вызвано воспаление, раны. введение окситоцина приводило к тому, что воспаление снижалось, заживление ран ускорялось, и более того, регулярное введение окситоцина замедляло развитие атеросклероза. То есть те бабушки и дедушки, которых любят, у них старческое слабоумие наступит позднее, чем те, которые находятся в одиночестве. Но если мы предполагаем, что результаты данных на грызунов мы можем экстраполировать и на человека. Психические заболевания сейчас подошли к тому, чтобы пытаться с помощью окситоцина лечить те психические заболевания, где присутствуют нарушения социальных взаимодействий. В 2005 году была успешно проведена работа о успешном лечении модели шизофрении на крысах, когда в миндалину прямо внутри еда вводили окситоцин. Да, полностью восстановления всех функций не происходило, но социальные взаимодействия у крыс между собой восстанавливались, а это один из симптомов шизофрении. Сейчас появились первые попытки улучшать социальные взаимодействия больных шизофрении с помощью введения окситоцина. В 2013 году появилась работа о роли интерназального введения у пациентов шизофрении. Пока это отдельные работы, в практику это не вводится, но вполне возможно, через какое-то время один из симптомов шизофрении будет сниматься окситоцином. Еще одно направление использования окситоцина в лечении каких-то психиатрических, психологических нарушений это попытка лечения аутизма. Опять же, на животных моделях введение окситоцина очень хорошо снимало аутические симптомы. Более того, оказалось, что введение крысяткам-аутистам окситоцина приводит к тому, что это сохраняется и в подростковом возрасте, и во взрослой жизни. Что же касается человека, то на данном этапе существует масса противоречивых работ, скажем, 50 на 50. Одни авторы показывают, что аутизм оказался эффективным, вторые авторы, что неэффективны. В Америке включена крупномасштабная программа по изучению влияния окситоцина на улучшение аутичных симптомов. Но, может быть, через пару лет мы получим полноценные данные о том, можно ли бороться с детским аутизмом или нет. Но, по крайней мере, известно, что окситоцино-энергическая система у детей с симптомами аутизма окситоцино-энергическая система нарушена. В каких случаях еще используют при лечении? Скажем, оказалось, что при анорексии введение окситоцина уменьшает вот такое патологическое отношение к еде. По крайней мере, при лечении окситоцином никто от истощения не умирал, в отличие от нелеченных больных анорексией. Это исследование на женщинах, поскольку у мужчин анорексия практически не встречается. А вот при ожирении исследование проводилось на мужчинах, для которых было характерно такое компульсивное поведение, когда у них нападали приступы безостановочной еды, скажем так. И даже одноразовое введение окситоцина приводило к тому, что эти приступы прекращались. Соответственно, мог быть благоприятный прогноз по борьбе с излишним весом, связанным с такими неадекватными нападениями на холодильник. Отчего, в принципе, может зависеть базальный уровень окситоцина? Мы говорим, что он выбрасывается при определенных ситуациях, но кроме того, он постоянно вырабатывается мозгом и имеет некий такой постоянный базальный уровень, который повысится от, скажем, кормления молоком или от родов. Какие влияния средовые могут быть? Значит, первое показано, что окситоцин повышается на ранних стадиях романтической любви. И первые шесть месяцев и у мужчин и женщин в паре он постоянно находится на повышенном уровне. Даже если они не все время ходят, держась за руки, а находит на работу, не так много общаются, но тем не менее окситоцин повышен. Но только первые полгода, через первые полгода продукция эндогенного окситоцина у мужчин в целом снижается, у женщин он остается повышенным на более длинный период, но потом тоже, конечно, снизится и повышается у мужских особей на короткое время после физической близости. Причем имеется не обязательно половой акт, а просто рядом походили, пошли вместе в кино, сходили, выпили кофе, и уже присутствие полового партнера приводит, или романтического даже партнера, приводит к повышению окситоцина. Это работа 2012 года. Как может влиять наш ранний антогенез? Вот это крайне важный момент. Что делать родителям с детьми и как с ними взаимодействовать, чтобы во взрослом состоянии у ребенка была нормально развитая окситоцино-энергическая система, и он мог нормально взаимодействовать с социуми? Или вообще никак родители не влияют? На человека проводить не очень этично, но можно провести на животных эксперимент. Скажем, бедных обезьянок очень рано в детстве, как только они родились, изолировать от мамы, искусственно выращивать. И хорошо известно, это первые эксперименты проводились еще в 50-е годы прошлого века, что зверюшка, выращенная без мамы, во взрослом состоянии, демонстрирует абсолютно неадекватное поведение. Вот здесь показан график социальных контактов. Вон он фиолетовый, они совсем не общаются с товарищами. У них возрастает ненормальное, аномальное поведение, неадекватное. Известно, что выращенные в изоляции обезьянки не способны спариваться самостоятельно. Если они рождают детенышей после искусственного оплодотворения, они не знают, как обращаться с детьми, бросают их, иногда даже могут их убить. То есть это влияние на поведение. Что же с окситоцином? Да, еще прежде чем про окситоцин говорить, опять же, чем отличаются вот такие социальные изолянты, оказалось, что при действии каких-то стрессорных факторов у обычных нормальных обезьян присутствие товарища резко снижает подъем, ну не резко, но достоверно снижает подъем глюкокортикоидов, то есть гормонов стресса. То есть если вы попали в наводнение в одиночку и попали с товарищем, держа его за руку, то, в общем-то, стрессорный ответ у вас с товарищем будет меньше. Но это для нормально выращенных людей, а не изолянтов. А что с окситоцином? К глубокому изумлению оказалось, что когда такие обезьянки, выращенные в изоляции, вырастают, то базальный уровень окситоцина у них достоверно ниже. Причем их уже все поместили в социум, они живут в группе, им уже 36 месяцев, 3 года, взрослая абсолютно обезьяна. Но у нее так и сохранился достоверно более низкий уровень окситоцина по сравнению с животными, которые выращены в нормальных условиях с материнской любовью. То есть это измерялось уровень окситоцина не в плазме, а именно в мозге, как это влияет на продукцию окситоцина в мозге. Поэтому на самом деле очень сложно говорить, что первично, что вторично. У нас нарушилась окситоцинаргическая система из-за отсутствия мамы и как следствие нарушено социальное поведение или нарушение социального поведения ведет к уровню сниженного окситоцина. Потому что однозначный ответ пока не существует. Нам очень трудно судить, что первично, что вторично. Естественно, крайне интересно понять, работает ли это на людях. Никто специально, никакого ребенка не будет изолировать от мамы, чтобы посмотреть, что у него с окситоцином во взрослом состоянии будет. Но тем не менее, в человеческом обществе существуют дома ребенка, куда попадают дети отказники, и можно посмотреть, что же происходит, когда эти дети вырастают. Если просто исследовать детей в детдоме, мы ничего не скажем, потому что мы можем сказать, что это отличается не из-за окситоцина, а условия проживания в детском доме и с родителями сильно отличаются. Поэтому сравнивали реакцию окситоцинергической системы двух типов детей. Одни жили со своими мамами с рождения, а вторые были усыновлены, удочерены, но в возрасте не позднее 9-10 месяцев. То есть с 10 месяцев они узнали всю полную материнскую любовь, но здесь смотрят, насколько влияет ранний антогенез и отсутствие материнской заботы. Хотя это были идеальные дома-малютки, о детях заботились, они были не голодные, не в холоде, но отсутствовало собственно взаимодействие с мамой. Что показали эти, и как проходил эксперимент. Детям предлагали поиграть в некую компьютерную игру, но варианта были два. он сидит на коленях у мамы или абсолютно незнакомой тетеньки. Понятно, половина детей сидела на коленях у своей родной матери, вторые у приемной, но очень часто дети не знали, что это приемная мама, они считали, что они мама. И дальше после этого смотрели, как изменился уровень окситоцина в моче, а в моче появляется тот окситоцин, который синтезировался, но потом его излишки выводятся. Так вот, оказалось, что у домашних детей, когда они играли в очень интересную компьютерную игру, но сидели на коленях у мамы, окситоцин повышается. Если они играют ту же самую суперинтересную игру, но сидя на коленях у абсолютно незнакомой, хотя и очень приятной тетеньки, то окситоцин не повышается. А вот у детей бывших сирот независимо от того, сидят они у мамы или у приемной, или у незнакомой, окситоцин никак не повышается. То есть окситоцинового отклика на взаимодействие с мамой у них не происходит. Это был очень печальный результат, который говорит о том, что если кто-то берет детей на воспитание, то взаимодействие с ними требует куда большего ресурса и куда большей сложности для формирования материнско-детских отношений, чем в случае, если мама до 9 месяцев воспитывала его сама и взаимодействовала. У бывших сироток окситоцин не повышался ни от контакта ни с приемной мамы, ни от сообщения незнакомым. Еще один результат раннего воспитания был получен в эксперименте уже на абсолютно взрослых женщинах, которые воспитывались в детстве отчуждением. Некоторое время назад, достаточно давно, может быть, кто-то знает, такого доктора Спока, который предложил специфический метод воспитания детей, и одно из предложений, которое у него было, это наказание отчуждением. То есть детей нельзя на них кричать, нельзя их ставить в угол, нельзя их шлепать, но если ребенок продемонстрировал некую неадекватную форму поведения, то поведение, которое родители недовольны, надо перестать с ним на какое-то время общаться. И вот было целое поколение детей, воспитанных по доктору Споку методом отчуждения. Во взрослом состоянии эти женщины обследовали с помощью томографа, и оказалось, что даже такое незначительное вмешательство в нормальную систему взаимоотношения ребенка как способ наказания, привел к тому, что у этих женщин ответ окситоцинергической системы был другим, чем у обычно наказываемых, даже тех, которых ставили в угол и шлепали. У них окситоцин нормально выбрасывался, а вот если их наказывали отчуждением, то у них эта система была нарушена. Но сразу следует сказать, что сам доктор Спок закончил в доме престарелых, потому что собственные дети его туда сдали. Вероятно, эта система не самая правильная. Теперь к тому, как же это происходит, какое существует анатомическое обеспечение для выполнения взаимодействия окситоцина с нашим мозгом и как следствие поведения. В каких отделах для того, чтобы окситоцин подействовал, мы вначале сказали, должны быть рецепторы. Поэтому сразу стало интересно, в каких отделах мозга присутствуют рецепторы. Исследование, большой обзор был проведен 15 лет назад на животных и показал, что рецепторы к окситоцину максимально представлены в структурах, относящихся к лимбической системе, то есть к системе, регулирующей эмоциональное состояние, то есть обонятельные области, гипоталамус, миндалина, лимбические ядра таламуса, базальные гандлии, но вообще-то они есть и в стволе, и в спинном мозге, и, пожалуй, разве что в мужичке их не нашли. Вот давайте все-таки не будем все разбирать, и разберем самую простенькую схему, куда же может оказывать влияние окситоцин вырабатываем мозги. Эта схема относительно простая. Вот на самом деле как выглядит эта схема. К тому, что я все-таки несколько упрощаю, а теперь мы эту схему еще раз упростим максимально и большую часть структур уберем, посмотрим, как же это происходит. Итак, вот у нас гипоталамус, в котором этот окситоцин вырабатывается. Часть из него идет в гипофиз, и дальше это разносится стоком крови по организму, чтобы действовать на репродуктивную систему. Но это не все уходит в тело, а часть остается в мозге. И вот у нас аксоны гипоталамические, которые направляются в три основные части. это прилежащее ядро нуклеус аккумбенс, о котором очень много сейчас любят писать, это миндалина, и это префронтальная кора, у крыс это, в общем-то, аналог префронтальной коры. Почему у нас меняется поведение, если в эти структуры конкретно приходит окситоцин? Напоминаю, на самом деле они приходят по всему мозгу. Сначала опять же вернемся к зверюшкам. Те самые моногамные полевки, которые стали основой для изучения окситоцина. Оказалось, что выраженность привязанности, верность своему партнеру зависит в первую очередь от количества окситоциновых рецепторов в этом самом нуклеусе аккумбенсе при лежащем ядре, важнейшем центре системы вознаграждения. А вот у мышей очень социальных животных достаточно сложной социальной структурой, но не образующих постоянных пар оказалось, что количество рецепторов вот в этом самом ядре подкрепления намного меньше. Однако мы можем модулировать социальную привязанность у мышей, вводя антагонисты к окситоцину, блокируя эти рецепторы так, что мыши после того, как заблокировали эти рецепторы, не только не проявляют каких-то супружеских отношений, но у них резко нарушаются социальные связи вне парного брака. окситоцин, что касается картирования и распределения рецепторов окситоцина в мозге человека, считается, что это самые начальные этапы, в общем-то, можно сказать, это младенчество, даже не детство, и, может быть, через 10-15 лет мы откартируем, что же происходит в мозге человека. Тем не менее, на человеке проводятся исследования влияния именно окситоцина на работу конкретных ядер. И если вот с мышами я привела пример связи на прилежащее ядро, а с человеком вот данные с амигдалой. Миндалин или амигдал это структура, которая входит в систему лимбики, регулирует эмоции и мотивации и в первую очередь связана с восприятием страха. Если человеку показывать картинки страшных лиц или страшных сцен, то в первую очередь у него активируются именно это ядро. Если это ядро по каким-то причинам разрушено, естественно, человек никто специально миндалину не разрушает, то это приходит к ухудшению узнавания страшных лиц, приводит к социальному растормаживанию, а те три человека, которые попали в руки ученых, у которых произошла мутация и амигдала вообще нет, ну вот такие вот три человека, может их больше в мире, но в лабораторию попали только эти три, они страха не испытывают вообще никогда, они не знают, что это за эмоции, и под машину они не лезут не потому, что им страшно, а потому, что они знают, что если попал под машину, тебя задавит, но страха при этом не испытывают, так вот, так вот, кроме того, у человека, у которого активность амигдалы повышена, для него характерны социальные избегания, нарушения социальных связей и очень много социальных фобий, что же произойдет, если человеку перед тем, как показывать страшные картинки, ввести окситоцин, вот так выглядит томограмма мозга человека, которому вели плацебо, ему показывают страшные лица, красным цветом показан уровень активации именно в миндалине, чем больше красного, тем, значит, страшнее, а вот это человек, которому показали страшные лица и сцены, мы видим, что после окситоцина у него вообще миндалина не активировалась, из этого можно сделать вывод, что в миндалине есть рецепторы к окситоцину, взаимодействие с этими рецепторами привело к тому, что лица перестали быть страшными, а вот сцены, где это не связано с участием человека, могли продолжать вызывать страх, но в значительно большей мере, вот на графике можно сравнить, насколько активируется амигдала, в норме и насколько меньше она активируется при страшных картинках после введения окситоцина. Еще одна функция, о которой окситоцина я упоминала, это гормон безмятежности, то есть то, что он улучшает настроение, снимает заботу о окружающих проблемах, и эта любопытная работа была выполнена на студентах, у которых в семестре померили уровень окситоцина и условно их разделили на тех, у кого окситоцин низкий, вот эти вот, и те, у кого окситоцин высокий, и они такие вот довольные жизнью, абсолютно безмятежные. К сожалению, в сессию это привело к тому, что средний балл у тревожных студентов, у которых окситоцина было поменьше, был 4,5, у безмятежных студентов, у которых было все замечательно, средний балл стал 3,5. Но, да, это без учета всех факторов, да, человек насколько умный, глупый, мы просто берем влияние одного единственного фактора, безмятежности на итоги сдачи сессии. Ему так хорошо, что он весь семестр не беспокоится, что там на лекции нужно ходить, какие-то колоквиумы сдавать, я все успею, дай, чего тревожиться, в итоге балла оказываются ниже. Еще к эмоциям оказалось, что если мужчинам вводить окситоцин, то при решении сложных задачек у них стрессорный ответ и тревога уменьшаются, но очень любопытно оказалось, что этот эффект в большей мере значительно выражен, если он привел на эксперимент друга. Приглашение на эксперимент говорило, что вы можете приходить с товарищем, он там рядом посидит где-то, и вот сам факт присутствия друга с окситоцином приводил к уменьшению стрессорного ответа. В естественных условиях повышенный окситоцин наблюдается на природах, но здесь о безмятежности трудно говорить, тут масса других факторов, а вот хронически повышенный окситоцин наблюдается у женщин во время кормления, поскольку стимуляция соска выводит к постоянному выбросу окситоцина, что показали исследования. Исследовали состояние женщин, которые кормят грудью, то есть им обеспечен высокий окситоцин, и женщин, которые точно так же сидят дома, но кормят из бутылочки. Оказалось, что у кормящих грудью уровень тревожности ниже достоверно, чем те, кто кормят из бутылки. Кроме того, у них пониже кровяное давление, у них не наблюдается повышение частоты сердечных сокращений, никакого гипертонии, никакой тахикардии. Они менее стрессореактивны, то есть ответ на стрессорное воздействие проявляется в меньшей мере, но и физиологические показатели, у них выше вагинальный тонус. Поэтому, если мы смотрим, что тревожность ниже, после этого у нас не вызывает сомнения, что все Мадонны с младенцами обладают максимально безмятежным видом, независимо от того, как именно представляет эту Мадонну автор. Итак, окситоцин, гормон нейрогипофиза, основные физиологические функции, индукция родов и индукция молокоотдачи и основные психотропные функции, это модулирование социальных отношений, напоминаю, это не обязательно дружелюбие, это не обязательно доверие, это может быть и агрессия по отношению к чужаку, это может быть зависть, это может быть злорадство, это могут быть совершенно разные качества, но в первую очередь, да, к своим, я начинаю относиться лучше, к чужим я начинаю относиться хуже, уменьшает тревожность и ухудшает память, да, по поводу памяти забыла сказать, пропал этот слайд, ухудшает в первую очередь эмоциональную память, и принято считать, что это естественно такой амнистический агент, и ухудшает он память за тем, чтобы женская особь не помнила, как во время родов ей было плохо, потому что здесь максимум окситоцина, а то если она запомнит эмоцию, то второй раз рожать она никогда не пойдет, то есть так, теоретически, да, что-то было, но эмоция не воспроизводится, и в конце, как же повысить свой окситоцин, чтобы мы своих любили больше, чем чужих, оказалось, что один из лучших способов повышения окситоцина, это груминг, что такое груминг, от английского слова грум, конюх, который чистят лошадей, груминг, это взаимное, это почесывание, поглаживание, вычищение, и при груминге, неважно, это автогруминг, или это сам себя чешешь, или аутогруминг, когда чешут, или поглаживают и выискивают блох кто-то другой, уровень окситоцина в организме повышается, поэтому не случайно в сообществах полигамных, где один суперсамец, все самки конкурируют между друг другом, кто будет сидеть и у этого доминанта выкусывать блох, потому что если она с ним подольше посидит, у него окситоцин выработается, а на кого он будет направлен, исключительно на ту самку, которая сейчас сидит и выкусывает. У обезьян было обнаружено очень любопытное поведение, в общем-то они питаются всем, и насекомым в том числе, так вот некоторые обезьяны специально идут в кусты, налавливают всяких блох и насекомых, сажают на себя, потом идут к товарищу, товарищ обнаруживает такой вот обед, начинает вылавливать, и в итоге обезьяна испытывает массу удовольствия, именно потому, что ее грумят изо всех сил. если человек идет мыть слона, ну скажем, вы знаете, да, в Индии слоны домашние, их почему-то старательно моют щетками, дикие слоны без этого обходятся, зачем нужно мыть слона, конечно, можно сказать, чтобы он был чистый, да, но на самом деле слона моют, пока его моют, гладят, скребут щеткой, у него от этих тактильных воздействий повышается уровень окситоцина, да, поэтому он начинает испытывать лучшее чувство к своему погонщику и в конце концов на него нечаянно меньше шансов, чтобы наступили. Как еще можно повысить окситоцин? Ну, скажем, просто влюбиться, как мы помним, на первых шести месяцах окситоцин повышенный и становится лучше, но на самом деле самый лучший способ повышения окситоцина это всевозможные обнимашки, целовашки, ничего вводить из мне не надо, чем больше мы любим окружающих, тем больше они любят нас, чем больше они любят нас, тем больше они нам доверяют и тем лучше складываются парные отношения, не обязательно сексуальные, но любые дружеские. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...